МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студия телеканала Север Ирина Никешина в эфире программы Законодатели. Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно по средам в нашем вечернем эфире мы рассказываем о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа в этом выпуске. На развитие транспортной системы округа в 2020 году запланировано более 2 миллиардов рублей. Расходы в этой сфере рассмотрели депутаты на заседание Комиссии по экономической политике и бюджету. Окружные парламентарии обсудили актуальные вопросы развития муниципалитетов. В рамках четырехдневного учебно-консультационного семинара депутаты встретились с главами муниципальных образований. Парламентарии региона посетили Ненецкую агропромышленную компанию. В ходе рабочей поездки депутаты ознакомились с работой цехов переработки и обсудили перспективы развития предприятия. На развитие транспортной системы округа в 2020 году запланировано более 2 миллиардов рублей. Расходы в этой сфере рассмотрели депутаты на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Средства будут направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В проекте окружного бюджета предусмотрены средства на продолжение реконструкции автодороги Наринмар-поселок Искателей. Госконтракт заключен в июне 2019 года. Срок исполнения 31 января 2021. Более 66 миллионов рублей планируется направить на реконструкцию улицы Авиаторов и улицы Полярной. Продолжаются работы в поселке Красное. На капитальный ремонт дорог предусмотрено более 600 миллионов рублей. Средства будут направлены в том числе на капремонт мостового сооружения через протоку лесозаводская курья, мостового перехода через Рукуково и дороги на Красное. При обсуждении автомобильной дороги Наринмар-Усинск председатель Комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова предложила администрации округа подготовить презентацию о ходе строительства. По ее мнению, необходима четкая картина, чтобы каждому жителю было понятно, какие участки построены, сколько денег вложено и сколько еще требуется. Отмечу, что в текущем году на строительство дороги на Усинск из федерального бюджета было направлено 1 миллиард 700 миллионов рублей. Недавно депутаты совместно с губернатором округа Александром Цибульским осмотрели строящиеся участки, на которых полным ходом идут работы. В целом на развитие транспортной системы округа в 2020 году запланировано более 2 миллиардов рублей. По итогам обсуждения депутаты отметили, что вопросы в сфере дорожного строительства останутся на контроле и законодатели продолжат выездные мероприятия по оценке качества проводимых работ. На госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком округе, в следующем году будет направлено более 1 миллиарда рублей. Из них большая часть средств 790 миллионов пойдет на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом шла речь на заседании профильной комиссии окружного собрания депутатов. В ходе дискуссии депутат Андрей Ружников предложил часть средств предусмотреть для граждан, состоящих в очереди на получение жилых помещений. Напомним, что в соответствии с окружным законом и специализированного жилищного фонда жилье предоставляется отдельным категориям граждан. В их числе жители старше 65 лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, граждане, имеющие на воспитание или содержание ребенка-инвалида, приемные семьи и усыновители. На предоставление жилья по договорам соцнайма имеют право инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, многодетные семьи, воспитывающие не менее четырех детей, оленеводы и чумработницы, достигшие возраста 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин. Вопрос о строительстве жилья для привлечения специалистов на село озвучил депутат Андрей Смыченков. В свою очередь Наталья Кордакова отметила, что принято кружной закон о специализированном жилфонде, при этом он фактически не работает. В то же время строительство общежитий в сельских поселениях могло бы стать вспомогательным механизмом по привлечению кадров на село, подчеркнула депутат. Подводя итоги, парламентария отметила, что необходимо больше средств закладывать на жилье в сельских населенных пунктах, в том числе специализированного жилфонда, поскольку во многих населенных пунктах формированы участки. На меры соцподдержки граждан в Ненецком округе в 2020 году направят более трех миллиардов рублей. Расходы в сфере здравоохранения и социальной защиты населения были рассмотрены на одном из заседаний комиссии по экономической политике и бюджету. Как рассказал руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов, в округе в настоящее время предоставляется 174 меры социальной поддержки. Объем финансирования составляет более трех миллиардов рублей. На меры поддержки детям-инвалидам и лицам, осуществляющим за ними уход, запланировано 47,5 миллионов рублей. Более 31 миллиона рублей направят на поддержку участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов и лиц, проработавших в тылу. В числе мер поддержки оленеводам и чумработницам предусмотрены ежемесячные социальные выплаты, единовременные выплаты к пенсии, социальная помощь студентам из числа детей-оленеводов, чумработниц, оплата проезда и расходов на получение платных медуслуг с целью оформления разрешения на оружие и другие. Объем финансирования в 2020 году составит 44,5 миллиона рублей. На оказание помощи семьям с детьми направят 576 миллионов рублей. Предусмотрено предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, ежегодные единовременные выплаты к учебному году многодетным семьям, ежемесячного пособия на ребенка, компенсационные выплаты многодетным семьям, замен бесплатного предоставления земельных участков, обеспечение семей комплектами белья для новорожденных детей, материнского семейного капитала. В этом году предусмотрена индексация окружного материнского капитала. С 1 января 2020 года его размер будет составлять 379,9 тысяч рублей. Основная часть по предоставлению этих мер возложена на отделение социальной защиты населения. Как отметил председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, сотрудники учреждения не успевают обрабатывать заявки, поступающие от населения. 50 тысяч документов в настоящий момент. Они чисто физически, обрабатывая их, просто не успевают. Поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю сейчас этот вопрос все-таки решить. И не надо его откладывать. Это та ситуация, которая мы сами порой, не принимая меры, мы усугубляем ее. Ну, я начинаю здесь уже второй раз говорить по кругу. Поэтому я считаю, что эта проблема очень серьезная, которая предполагает очень большое количество людей и затрагивает их интересы. Коллегу поддержала председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. Были обращения непосредственно с Каратайкой. Не вовремя получают выплаты. Сегодня мы должны в своевременной, полном объеме людям предоставлять те выплаты, которые у нас предусмотрены в бюджете. По итогам обсуждения депутаты предложили профильному департаменту увеличить штатную численность учреждения. Также парламентарии рекомендовали профильному департаменту усилить информационную кампанию о существующих мерах соцподдержки через средства массовой информации, поскольку жители округа не всегда знают, какие меры предусмотрены в округе. Окружные парламентарии обсудили актуальные вопросы развития муниципалитетов. В рамках четырехдневного учебно-консультационного семинара депутаты встретились с главами муниципальных образований. На встрече присутствовали Александр Лутовинов, Матвей Чупров, Наталья Кордакова, Александр Чурсанов, Татьяна Федорова и Наталья Лысакова. В начале своего выступления председатель регионального парламента Александр Лутовинов напомнил собравшимся о том, какие вопросы обсуждались на прошлой встрече с главами муниципальных образований и какие проблемы удалось решить. Мы с вами обсуждали в числе вопросов о утилизации ТКО, изменении порядка их накоплений. Вот Александр Павлов здесь сидит. Обсуждали особые условия организации почтовой связи в регионах Крайнего Севера. Напомню, что на сессии, которая состоялась 18 апреля, депутаты приняли два соответствующих законопроекта, которые были направлены на изменение федеральных законных об отходах производства и потребления почтовой связи. Мы со своей стороны стараемся все те вопросы, которые с вами обсуждены, доводить до не только парламентской ассоциации, но и до правительства Российской Федерации. Какова реакция на первые, у нас по первому вопросу, мы по большому кругу мы шли, у нас сейчас какое, Александр Павлович, решение? Нам пока рассмотрение в Госдуме. То есть, там продолжается работа, в правительстве сделаны отрицательные заключения. Но в Госдуме все-таки мы, вот Сергей Николаевич, вчера встреча была, соответственно, мы эту тему не отпускаем. Кроме того, спикер регионального парламента рассказал о внесенных поправках в бюджет текущего года и рассмотрении в настоящее время проекта бюджета на предстоящих три года. Проведена достаточно серьезная работа. Вы прекрасно знаете, это длительный, непростой процесс. Только некоторые последние цифры буквально. Дополнительно выданы 200 миллионов рублей на выгулку ветхого и аварийного жилья. Более 50-50 миллионов будет дополнительно направлено к компенсационному группу многодетных семян взамен земельного участка. В разговоре с окружными депутатами главы муниципалитетов затронули ряд тем. В частности, их интересовали вопросы по исполнению отдельных полномочий в сфере дорожной деятельности, в том числе строительства зимников, центрального отопления и водоотведения, охраны в детских садах и школах, практики инициативного бюджетирования, грантовой поддержки, строительства домов культуры и специализированного жилья на селе, а также нехватки медработников. По итогам встречи депутаты рекомендовали департаменту внутренней политики округа пересмотреть процедуру проведения поддержки местных инициатив, а также рассмотреть механизм заключения соглашений по вопросам местного значения в рамках окружного закона номер 95 ОЗ о перераспределении полномочий. Отмечу, что учебно-консультационный семинар проходит ежегодно. Главы муниципальных образований встречаются с депутатами окружного собрания, представителями администрации округа, профильных департаментов и администрации Заполярного района, правоохранительных структур, окружных учреждений для обсуждения актуальных для поселений вопросов. В рамках работы над проектом окружного бюджета на ближайшие три года народные избранники рассмотрели вопрос о разработке документов в сфере градостроительной деятельности. На эти цели в 2020 году предлагается направить 117 миллионов рублей. Мероприятие предусматривает разработку стратегии социально-экономического развития муниципальных образований округа до 2030 года, схемы территориального планирования Заполярного района, внесения изменений в генеральный план городского округа. Также будут разработаны генеральные планы четырех муниципальных образований – Устозерского, Андикского, Колгуевского и Коткинского сельсоветов. А в 16 населенных пунктах произойдет корректировка генпланов. Предусмотрено выполнение работ по разработке проектов правил землепользования и застройки всех муниципальных образований НАУ. Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, депутатский корпус неоднократно поднимал вопрос о комплексной программе по развитию сельских территорий. «Мы должны понимать, как будет идти развитие поселений, что нужно строить, в каких объемах и в каких населенных пунктах», пояснила парламентарий. Из-за высокой степени износа здание, в котором располагается учреждение культуры поселка Нельминос, планируется снести. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Ранее во время одной из встреч с парламентариями региона местные жители высказали пожелание о том, чтобы в существующем Доме культуры был проведен капитальный ремонт. Впрочем, как выяснилось позднее, степень износа строения составляет 77%. Кроме того, в здании неоднократно происходили возгорания. По словам вице-губернатора Натальи Сидоровой, проводить капитальный ремонт в Доме культуры нецелесообразно. С этим согласен и глава муниципального образования Михаил Талеев. У него была встреча с губернатором, где также это решение было поддержано. Все-таки о сносе старого здания ДК. И параллельно мы начинаем работу по строительству нового ДК в данном населенном пункте. На сегодняшний момент у нас сложилась экономия по сносу ДК в поселке Искателей. И, соответственно, данной суммы, передвижку, которую могут сделать финансов, то есть, сразу говорю, это не через бюджет, я имею в виду без внесения изменений в закон, данной суммы хватает, в принципе, на снос ДК в Нельминосе. Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, необходимо, чтобы глава муниципального образования обсудил этот вопрос с местными жителями. Обсудили на заседании и выбор территории по строительству нового Дома культуры. По словам Натальи Сидорова, рядом с ФОКом есть сформированный участок, подходящий для этих целей. Впрочем, парламентарии настаивают на том, чтобы этот вопрос был решен с учетом мнения местных жителей и предлагают рассмотреть возможность возведения объекта на месте существующего здания Дома культуры. Парламентарии региона посетили Ненецкую агропромышленную компанию. В ходе рабочей поездки депутаты ознакомились с работой цехов переработки и обсудили перспективы развития предприятия. С начала 2019 года процесс переработки молочной продукции Ненецкой агропромышленной компании производится в цехах бывшего акционерного общества ВИТО. По словам руководителя предприятия Анатолия Чудочина, при поддержке окружного бюджета было приобретено новое оборудование, благодаря чему продукция агропромышленной компании имеет очень высокое качество. На сегодняшний день на наш цех поступает в пределах 4-х, 200-300 молока ежедневно. Молоко это перерабатывается, и молока у нас катастрофически не хватает. Не хватает сырья. Значит, валовое производство молока в день в пределах 5,5 тонн, тонну 300 перерабатываем в Оксино на комплексе, на ферме, на цехе переработки, остальное здесь. Продукция предприятия поставляется в образовательные учреждения округа и реализуется в торговых точках города и поселка Искателей. В ходе рабочего визита парламентарии ознакомились с работой цехов приемки молока, детского питания, изготовления творога, пастеризации и фасовки. Сейчас мы заказываем по зимнему вторую покупку, и в таком виде творога уже не будет. А в каком виде будет? В стаканах. А, вот в таких, да? В стаканах будет больше, они будут в округовую фасовку. А эта стоимость тогда увеличится? Не увеличится. Ну, а стоимость стаканчика тоже дороже? Она там небольшая. Но тем не менее. Она там небольшая. Но мы планируем в этом году повышение. На какие это виды увеличения, потому что внутри года цены не поднимаем. На субсидирование производства молока Неницкая агропромышленная компания выделяется более 150 миллионов рублей в год. Ранее губернатор округа Александр Цибольский и председатель собрания депутатов НАУ Александр Лутовинов обсудили возможность продления срока действия субсидий для предприятий сельского хозяйства, занимающихся производством молока. Речь тогда шла о субсидиях на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Ее размер был увеличен до 85 рублей на килограмм молока базисной жирности, реализованного или отгруженного на переработку. Эта мера господдержки направлена на снижение затрат хозяйств на проведение корма заготовительной компании. Все те вопросы, которые касаются сельского господдержки, в том числе и его бюджетирования, эти вопросы находятся всегда в центре внимания работы депутатов. В ходе рабочей встречи с руководством Неницкой агропромышленной компании парламентарии обсудили результаты работы предприятия за 10 месяцев и насущные вопросы. В Наридмаре прошел благотворительный концерт «Добрые песни о главном». В девятый раз на сцене Дворца культуры Арктика выступили сотрудники и руководители окружных учреждений, депутаты всех уровней. Концерт проходил два дня и собрал 950 тысяч рублей. Эти деньги решено передать на лечение нашей землячки 9-летней Варе Журавлевой, которая с диагнозом «рак мозга» в настоящее время проходит лечение в израильской клинике. «Добрые песни о главном» в Неницком округе – событие, уже ставшее традиционным и с нетерпением ожидаемым. Билеты на благотворительный концерт в этом году были и раскуплены практически за две недели до его проведения. Концерт, который проходил два дня, собирал аншлаги. Его посидели более тысячи человек. «Мне все нравится. Выступления вообще хорошие все. От души я, в общем, прихожу сюда, отдыхаю, честно говоря». «Конечно же, интересно посмотреть на наших руководителей различных уровней, как они проявляют себя в своих талантах, как они выступают, поют. Это все как-то вот приятно и полезно». «Очень интересно смотреть на самодеятельность наших артистов, наших руководителей. Люблю ходить на эти мероприятия, все время хожу». Особенность благотворительного концерта 2019 года – весь репертуар исполнителей родом из 90-х. И ты дискотека, и шлягеры популярны в конце прошлого века. «В этом году мы взяли за тему 90-е, ну и, соответственно, посмотрели репертуар, который был популярен, определили для себя хиты». Главная изюминка концерта – на сцене неподготовленные артисты. Представители органов власти, работники государственных бюджетных учреждений и организаций были еще талантами. В концерте приняло участие более 40 человек. Собрание депутатов НАО на мероприятие представила парламентарий Наталья Кордакова. Организаторами мероприятия традиционно выступают дворец культуры Арктика и Ненецкое региональное отделение Российского Красного Креста. Все собранные средства передадут в Ненецкое отделение Российского Красного Креста на благотворительные цели. Общая сумма сборов составила 950 тысяч рублей. Все собранные средства будут направлены на лечение Варьи Журавлевой, которая борется со страшным недугом раком мозга. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова